Невидимая Брань Войну Христову надлежит всевозможно избегать тревог и смятений сердечных, если желает добре препобеждать врагов своих. Вот такое наименование положил здесь переводчик на русский язык этой книги, святитель Феофан Затворник. Как долг неотложный имеет всякий христианин, когда потеряет сердечный мир, делает все от него зависящее, что может способствовать к восстановлению его. Так не меньше того, обязательно лежит на нем не допускать, чтобы какие-либо случайности текущей жизни возмущали сей мир. Разумею, болезни, раны, смерть сродников, войны, пожары, внезапные радости, столь же внезапные страхи и скорби, воспоминания о прежних проступках и ошибках. Словом, все, чем обычно волнуется и тревожится сердце. Тому-потому обязательно не допускать тревог и волнений в таких случаях, что, поддавшись им, человек теряет самообладание и лишается возможности ясно понимать события и верно видеть подобающий образ действования. А то и другое дает врагу доступ взволновать его еще более и направить на какой-либо шаг, труднопоправимый или совсем непоправимый. Вот такое начало 27 главы. И сразу же здесь всем нам стоит задуматься вот о чем. Наша брань, наша война, она война духовная, она война внутренняя. Это не война с внешним миром, это война за освобождение своего сердца, война за очищение сердца, война за возвращение ума в сердце. То есть битва за восстановление человека. И вот для того, чтобы эта война была плодотворной, победоносной, необходимо как минимум врага видеть. То есть как в обычной жизни зрение играет очень важную роль, да, и человек с поврежденным зрением, как правило, становится беспомощным. Точно так же и в жизни духовной. Очень важно человеку иметь внутри ясность. И вот как здесь говорят нам святые отцы, дьявол всячески старается возмутить внутреннее состояние человека. Привести человека к внутреннему смущению и беспокойству. Да, или как вот здесь говорит преподобный Никодим, лишить человека сердечного мира. Потому что все это как раз вот и можно сравнить с некой песчаной бурей, которая поднимается внутри человека. А буря – это имеет такие основы, как возмущение эмоций, чувств, да, то есть воспоминаний. То есть если мы с вами вспомним, то в предыдущей главе мы читали о том, что очень важно следить за умом и воображением. Следить вообще за тем, что происходит в нашем мысленном делании. Потому что это точно так же может дьявол им использоваться. Очень важно и здесь ясности. Когда этой ясности нет, то, конечно, как здесь вот это подчеркивает преподобный Никодим, в врага появляется доступ волновать все больше и больше наше сердце и направлять уже нас на какие-то шаги, на которых мы ошибаемся и падаем. Но вот что здесь еще в первом абзаце было замечено? То, что нам может показаться даже непонятным и совершенно непреодолимым. Ведь смотрите, здесь что пишется, что сердце, да, возмущает. Болезни, раны, смерть сродников, войны, пожары, внезапные радости, страхи, скорби и так далее и тому подобное. Если мы посмотрим на жизнь свою, то увидим, что все это в жизни постоянно присутствует. То есть мы, как нам кажется, не можем не реагировать на что-то, что нас окружает. Мы связаны с людьми, мы связаны с какими-то событиями, ситуациями. Мы живем в определенное время, в определенной стране и прочее, прочее, прочее. И как здесь кажется, ну нельзя не волноваться. Видя то-то и то-то, слыша то и то, чувствуя это и это. Нельзя не переживать, нельзя как-то не реагировать своим внутренним миром на все это. Как же быть? Тогда кажется, что состояние это, оно совершенно не способное к изменению. То есть мы вынуждены постоянно находиться в неком внутреннем замутнении, раз мы на все реагируем. Как же быть? Ну давайте не будем спешить с выводами, а посмотрим, что же нам пишут дальше. «Я не то хочу сказать, — говорит преподобный Никодим, — не допускай скорби, потому что это не в нашей власти». То есть видим сразу же здесь такое замечание. Действительно, мы не на все можем влиять. Так или иначе, мы вынуждены соприкасаться с многими вещами и событиями. Так вот, он говорит, «А хочу я сказать то, не допускай скорби возобладать твоим сердцем и взволновать его. Держи ее, то есть скорбь вот эту, вне, за пределами сердца, и спеши так ее умягчись и укротить, чтобы она не мешала тебе и здраво рассуждать, и праводействовать. Это при помощи Божьей в нашей власти, если у нас в силе нравственно-религиозные чувства и расположение». То есть что здесь нам замечается? Оказывается, да, при том, что мы не можем не соприкасаться с внешним миром, мы не можем не участвовать в каких-то, в том числе, скорбях, мы можем каким-то образом на них правильно реагировать. И вот здесь, как вот здесь святыми отцами подмечается, в этом нам помогают нравственно-религиозные чувства и расположение. То есть, если мы немножко забежим вперед, то, скажем, вера в Бога должна нас останавливать здесь от лишнего возмущения. Но давайте посмотрим, как же это все происходит. «Из прискорбностей каждый имеет свои особенности, и против каждой есть свои приемы. Но я говорю вообще о них, разумея общие свойства – растревожить и возмущать душу. И общее против этого, имея в мысли, предложить тебе средства. Средство – это есть вера во благое проведение, устраивающее течение нашей жизни со всеми ее случайностями. «В личное каждому из нас благо и благодушная покорность воли Божией, выражающейся в нашем положении, покой в глубине души, вызывалось бы, буди воля Божия, якажи Господи, визволися, так и бысть, и бысть во благо нам». То есть, смотрите, самое первое, что помогает нам здесь выставить, это вера в божественное проведение, в божественный промысел. Вера в то, что Бог о каждом из нас печется и заботится. Вот, с одной стороны, эти слова, они на верующим людям знакомы. Правда же, мы об этом читаем в книгах, мы об этом слышим от других христиан. Мы и сами, в общем-то, готовы также рассуждать, говоря, что на все воли Божии, что все, что Бог не дает, все во благо приходит, что Бог есть любовь, Бог существует все благое, обо всем заботится. Все это мы слышали и слышим, и можем сами говорить. Ну вот, дальше возникает вопрос, почему же, когда что-то происходит в нашей жизни, с чем мы не желаем вмиг соглашаться, сердце наше исполняется возмущением, смятением и так далее. Ну, конечно же, здесь, наверное, ответ, он очевиден. Слабая вера. Вера слабая, или мы этой верой не пользуемся. Говорим одно, но сами не пытаемся действовать так, как говорим. Ну, давайте смотреть дальше, да, но тем не менее отметим, что самое первое, что здесь должно быть в нас, это вот вера и упование на Бога. Это благо в разных людях разно сознается и чувствуется. Да, то есть, что за благо? То, когда человек вспоминает о Боге, о Боге как причине вообще всего, ну, не имеется в виду ни греха. То есть, всякое событие, которое происходит, если человек сразу же вспоминает, что все это происходит не без попущения Божия, тогда как он дальше может развивать в себе это замечание? Первое. Иной сознает, да, таким образом. Эта благость Божия на покаяние меня ведет. Да, то есть, ситуация произошла для того, чтобы я покаялся в тех грехах, которых я, может, по какой-то причине, кажется, не желаю, или, может быть, их не замечаю. И действительно не секрет, что скорби и неприятности очень хорошо способны отрезвить человека, способны встряхнуть нашу душу. Задевают нас заживое. В этот момент действительно человек, видя какое-то бедственное состояние, видя какие-то скорби, участвует в этих скорбях, он может подумать, ну, вот, может, Господь желает от меня вот того, чтобы я уже что-то начал в жизни своей менять, начал каяться. Правда ли, каждый это может коснуться? Другой чувствует несколько иначе. Чувствует так. Ради моих грехов послал мне это Господь, чтобы очистить меня от них. Да, то есть я несу эпитемию Божию. Вот тоже очень спасительное замечание. Человек уже рассуждает таким образом, что я виноват в грехах, и, скорее всего, моё покоение недостаточно, и важно мне сейчас потерпеть какую-то неприятность и какую-то скорбь. Ради того, чтобы грех мой был исправлен, чтобы и сердце моё очистилось. Третьему приходит другая мысль. «Испытывает меня Господь, искренно ли я служу Ему?» То есть, опять же, осознавая, что всё происходит по воле Божией, каждый человек может так ещё привести к себе то понимание, что испытывается моя вера, испытывается моя любовь к Богу, моя надежда на Него. Не правда ли, легко и удобно говорить о надежде на Бога, любви к Нему, о вере в Него, когда всё получается, когда всё согласно с твоими желаниями, с твоей волей, то тогда действительно просто. Гораздо труднее, например, человеку выстоять в ситуации, уповать на Бога, когда требуется усилие, когда требуется труд. Вот на этом сегодня мы с вами закончим. В следующий раз продолжим. Здесь вот чтение касательно того, как мы должны реагировать на скорби и какие-то проблемы в нашей жизни, случающиеся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok